В период от Первой до Второй мировых войн танк прошел путь от экспериментального оружия до главной ударной силы на поле боя. Многие конструкторские решения и принципы компоновки боевых машин используются и в современном танкостроении. Наверное, каждый слышал такие названия, как Т-34, ИС, Тигр, Пантера, Шерман. И почти никому, наверное, не надо объяснять, чем известны эти аббревиатуры. Но иногда гонка вооружений в мире танков порождала совершенно необычные или совсем неудачные модели. О них я вам сегодня и расскажу. А7В или Штурман Панцерваген. В буквальном переводе с немецкого «штурмовая бронированная машина». Немецкий тяжелый танк времен Первой мировой войны и первый серийный танк Германской империи. Выпущен в период с 17 по 18 года малой серии, всего лишь в 20 машин. Танк создавался на базе трактора «Хольт». Массивный броневой корпус устанавливался на прямоугольной коробчатой раме. В движение этого монстра приводили два стасильных карбюраторных двигателя «Даймлер». Из-за чрезмерного веса машина была неповоротливой и слабопроходимой, но при этом хорошо бронированной. Броня защищала экипаж не только от пуль, но и от осколков осколочно-фугасных снарядов артиллерии. Экипаж был достаточно велик – 18 человек и должен был обслуживать многочисленное вооружение. Среди главных недостатков А7В – очень плохой обзор. На расстоянии до 10 метров вперед водитель ничего не видел. Большая шумность, высокая температура до 60 градусов по Цельсию и загазованность внутри самого танка. Во время марша экипаж сидел на крыше. А также крупные габариты, которые делали его легкой мишенью для артиллерии. Угол горизонтального обстрела 57-мм пушки составлял всего 50 градусов, что даже меньше, чем у английского МК-1. За огромные размеры, неповоротливость, жуткую жару внутри и отчаянно дымившие двигатели немецкие солдаты прозвали А7В – тяжелой походной кухней. Боб Сэмпл – танк, произведенный в Новой Зеландии. Во время Второй мировой войны Новая Зеландия создала свой уникальный танк. Отсутствие военной промышленности вынудило ученых изобретать что-то новенькое. Так и родился танк на основе трактора «Каттерпиллар Д-8». Каждый танк был оснащен семью пулеметами. Однако для управления этот танк был крайне неудобен. Единственные действия, в которых приняла участие новейшая бронетехника, стали военные парады в городе Окленд и Веллингтон. В дальнейшем военные окончательно разочаровались в танках необычной конструкции, из-за чего решили разоружить их и лишить бронирования. К началу 1944 года все три танка вновь стали тракторами. Два танка проходили разоружение в Бурнгане, где на их основе построили бульдозеры. Третий вернулся к исходной конфигурации трактора. «Тартуга» разработан в Венесуэле специально для наземных частей ВМС в 1934 году. Данные танки были построены на судоверфи ММС Венесуэлы в Пуэрто-Кобелью под руководством инженера Томаса Паканиса. Машина была создана для достижения паритетов бронетехники с вооруженными силами Колумбии после войны с Перу. Впервые «Тартуга» был представлен на военном параде в городе Маракай 23 декабря 1934 года вместе с закупленными у Италии легкими пехотными танками «Ансальдо Севи-33». В книге «История артиллерии» лейтенант Педро Артура Амана описывает «Тартугу» следующими словами. «Это был просторный бронированный автомобиль. Внешнее бронирование придавало ему форму, подобную каске лондонского полицейского. Однако имелись проблемы плохого обзора для механика-водителя, что приводило к низкой маневренности. Также оставляли желать лучшего вентиляция кабины и обзор для стрелков». Машина наблюдателя «Кюгельпанцер» или «Танк-шар», спроектированной в Третьем Рейхе в 1930-х годах, предположительно фирмой «Круп». По словам сотрудников бронетанкового музея в Кубинке, машина разработана в качестве подвижного наблюдательного пункта для корректировки огня артиллерии. «Кюгельпанцер» оборудован радиостанцией, вооружение на нем не устанавливалось. Корпус сварной, закрытого типа. Для входа в кабину установлен люк в корме. Корпус опирается на два ведущих колеса и на рулевое колесо сзади. Спереди на уровне глаз сидящего располагается смотровая щель. В настоящее время сохранилось единственный экземпляр бронетанкового музея в Кубинке. Бронеавтомобиль был поставлен в Японию и был захвачен советскими войсками в 1945 году в Маньчжурии. По другим источникам захвачен на Кумерсдорском полигоне вермахта вместе со сверхтяжелым Маусом. Являлся экспериментальным образцом и участия в боях не принимал. М2, средний танк США периода Второй мировой войны, является прямым предшественником танка М3, генерал Ли. Морально устарел еще до начала серийного выпуска, ввиду несовершенства конструкции корпуса и слабого вооружения. В боевых действиях армия США никогда не применялся, использовался в качестве учебного танка на территории США. Некоторое количество М2А1, точное количество неизвестно, было поставлено в СССР в начале 1942 года по программе Ленд-Лиза как компенсация по задержке поставок более совершенного танка М3. Два из них были переданы 114-й танковой бригаде и использовались во время Второй битвы за Харьков, где и были потеряны. А какие, по вашему мнению, танки были самыми неудачными в истории? Пишите свои комментарии на эту тему, и мы, может быть, снимем интересное продолжение. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!